Вопрос, почему вы подписывали договор с одесской фирмой, которая будет реконструировать соборную площадь, а не директор департамента? Потому что у нас есть внутреннее положение, на котором определилось, что где договора под управлением подписывает. То есть тендерные договоры подписываю я, остальные договоры подписывают к департаментам. То есть вполне законно, что вы подписали, но не директор департамента? Еще раз говорю, у нас есть внутреннее распределение обязанностей, там где тендерные договора, все тендеры договора подписываю, я как первый зам, остальные договоры еще друг к другу. А вот вас не смутило, что фирма, когда вы проводили первый раз торги, а ее предложение было 81 миллион гривен, когда вы провели второй раз, увеличилось на 7 миллионов ее предложение. Вас не смутило, что почему-то фирма решила увеличить или согласиться выполнять работы на 7 миллионов дороже, чем первый раз? Мы рассматривали документы по тем критериям, которые есть в участии всех участников, что первый раз, что второй. И, соответственно, мертендарный комитет принял решение согласно документам, согласно тех предложений, которые были. Но все-таки было бы выгоднее, наверное, в первый раз подписаться, когда она была согласна за 81 миллион работать, но не за 88. Если вы посмотрите цену из прозора, то вопрос был не только об цене, а вопрос еще в том пакете документов, которые были приложены каждым из участников. Соответственно, предложение было откровено на основании того, что у них был неполный пакет документов, которые требовалось заказчивать данный суд департамент. А вот скажите, пожалуйста, а что у нас сейчас по реконструкции набережной верхней и нижней? На сегодня придется проектирование. А когда у нас там будет какой-то там проект? Когда у нас начнутся работы приблизительно? Проект должен быть, если я не ошибаюсь, то в августе месяце. А вот как сейчас выходить ситуация, которая здесь сложилась, провалилась, здесь у нас тротуарная плитка провалилась? Как будет выходить департамент ЖКХ из этого? Проводить ремонт. Ремонт будет какой-то? Ну, соответственно, он будет так же, что не останется. Тем более провалилась плитка сегодня после дождя. Ну, а когда приблизительно это все начнется, закончится? В данном случае оградим и с понедельника приступим к работе. Спасибо большое.